МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Дина Наумова. Сегодня расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Незаконная добыча полезных ископаемых. Какое наказание ждет нарушителей, расскажем через несколько минут. Голубое топливо в поселке Магнитогорском. Продолжаются работы в рамках программы догазификации. День болельщика или братья по огню. Как прошла встреча команды Металлург с фанатами хоккея в нашем спортивном блоке. Сейчас об этих и других событиях более подробно. Магнитогорский водитель ЗИЛа сбил несовершеннолетнего велосипедиста. Мальчик не спешился перед пешеходным переходом и чудом остался жив. ДТП стало поводом для проведения административного расследования и в отношении родителей пострадавшего. ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном в районе дома 53-1 по улице Вокзальной. В соцсети попало видео, снятое случайными свидетелями происшествия. На кадрах виден 11-летний мальчик, лежащий на проезжей части. Сотрудники скорой оказывают ему помощь, а рядом другой подросток кричит на водителя ЗИЛа. Несовершеннолетний ребенок оказался на проезжей части неожиданно для водителя, поэтому он не имел возможности его вовремя заметить и предотвратить наезд. Со слов водителя также установлено, что ребенок находился вместе со своим братом, который успел переехать в проезжую часть по пешеходному переходу, а второй мальчик оказался под колесами автомобиля. Со слов врачей, пострадавший родился в рубашке. Госпитализация ему не потребовалась. В результате наезда 11-летнему мальчику причиненные телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. По данному факту, сотрудниками госавтоинспекции проводится административное расследование. В том числе будет дана юридическая оценка действиям родителей, которые не проконтролировали поведение несовершеннолетнего ребенка на проезжей части и не объяснили, что проезжую часть необходимо пересекать только пешком, спешившись и ведя велосипед рядом с собой за руль. С начала года в Магнитогорске зарегистрировано 16 ДТП с участием юных велосипедистов. Один из владельцев двухколесного транспортного средства погиб, восемь получили травмы разной степени тяжести. Одной из главных причин происшествий, отмечают сотрудники госавтоинспекции, является систематическое нарушение пункта 24.8 правил дорожного движения Российской Федерации. Он категорически запрещает владельцам двухколесных транспортных средств пересекать пешеходный переход на велосипеде. Тут зарегистрировано увеличение более чем на 30% числа травмированных в ДТП детей. В связи с этим сотрудниками госавтоинспекции проводятся дополнительные мероприятия, направленные на предотвращение дорожно-транспортных происшествий, с участием несовершеннолетних детей, в том числе, которые передвигаются на велосипедах, самокатах и различных видах мототранспортных средств. Татьяна Артеменко, Владимир Ровенский, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Он мог бы стать потомственным рабочим калибровочного завода, но выбрал профессиональный путь на металлургическом комбинате, о чем совсем не пожалел. Мастер участка сортового цеха ПАО ММК Виктор Бабенышев на производстве почти три десятка лет и вот, наконец, удостоен звания лучшего работника месяца. Несколько видов и сотни тонн готовой продукции на дюстаж сортового цеха ПАО ММК каждую минуту поступают тысячи шестигранников, фрутков арматуры, рулонов катанки и горячего профиля. Их здесь нужно не только принять, но правильно складировать и вовремя отправить потребителю. У бригадиров на компьютере все это высвечивается. Они открывают компьютер, смотрят прокатку металла. Это все задается СУОЛЗа. Они смотрят прокатку металла, кому это металл, какому потребителю это будет отгружаться. И, соответственно, с этим они комплектуют все это вагоны и потом при постановке вагонов все это отправляется потребителю. Именно Виктор Владимирович Бабенышев следит за тем, чтобы все было как надо. На должности мастера участка он трудится уже более 20 лет. А вот в цех пришел сразу после армии в 1987 году. Хотел пойти на калибровочный завод, где работали родители, но отец настоял на ММК. Начинал с АЗОВ, сортировщиков датчиков металла, которых сейчас в помине нет у нас здесь. Был и сортировщиком, и старшим бригадиром. Раньше, говорит Виктор Бабенышев, было сложнее. Оборудование старое, труд практически ручной. Все изменилось в 2005 году, когда в сортовом было установлено новое итальянское оборудование. Ну и, соответственно, что мы делали раньше руками, сортировщиками датчиков, то теперь это станция. И, соответственно, облегчилось во всем, как бы и краны новые поставили, уже операции не такие сложные стали, как бы на кранах, и все остальное. И все же человеческий фактор никто не отменял, потому, как и прежде, в сортовом цехе на первый план выходят межличностные отношения коллег. Знаком я с ним очень давно, еще, можно сказать, как я устроился сюда, в цех, это уже почти 30 лет. С хорошей стороны, конечно, только его знают. Веселый, отзывчивый, во всем помогает. Несмотря на то, что в сортовом цехе наш герой отработал более 30 лет, подобную награду заслужил впервые. Оттого признание заслуг особенно приятно. Елена Старостина, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Магнитогорской природоохранной прокуратуры был выявлен факт незаконной добычи полезных ископаемых на территории города. Природные богатства из недр земли злоумышленники черпали в течение двух лет. Благодаря жителям города право нарушения вскрылось и нелегальная выемка скального грунта была пресечена. Добычу полезных ископаемых злоумышленники организовали на территории левобережного питомника. Его земли предназначены для выращивания растений. Однако нарушители в обход правил разрыли здесь внушительных размеров карьер. В ходе проведения проверки было установлено, что данный земельный участок предоставлен в аренду с 2020 года одному из индивидуальных предпринимателей. В то же время образование карьера при анализе спутниковых снимков было установлено и датировано примерно с 2021 годом. Соответственно, мы можем с уверенностью сказать о том, что добыча общераспространенных полезных ископаемых в этой зоне велась примерно с 2021 года по время настоящей проверки. Было установлено, что злоумышленники занимались незаконной выемкой скального грунта, который используется при проведении строительных работ. Прокуратура пресекла нелегальную добычу ископаемых. Прокуратурой было возбуждено три дела об административном правонарушении. Они в настоящее время рассмотрены. Это как раз административные правонарушения, связанные с нарушением правил охраны земель, нецелевого использования, непринятия мер к его восстановлению. И, соответственно, общая сумма штрафов за эти правонарушения составила 50 тысяч рублей. Однако арендатор участка себя виновным не признал. Арендатор земельного участка пояснил, что работы фактически были выполнены без его ведома посторонними лицами. Конечно же, это не снимает с него обязанности по восстановлению естественного состояния земельного участка. То есть земельный участок должен быть восстановлен до состояния земель сельскохозяйственного использования, чтобы они были пригодны для растения и водства. Для выяснения всех обстоятельств случившегося, а также установления размеров причиненного ущерба, материалы переданы в Следственный комитет. В природоохранной прокуратуре сообщили, что ранее аналогичные правонарушения были выявлены на территориях Нагайбакского и Агаповского районов. И лица, проходящие по данным делам, получили реальные сроки и огромные штрафы. Там, в связи с нежеланием нарушителей проводить работы по восстановлению земельных участков, с них была взыскана имущественная стоимость данного причиненного вреда, то есть в денежном эквиваленте. Сумма превышала 200 миллионов рублей. Татьяна Артюминка, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. С жителями Магнитогорска в течение шести лет по ошибке взыскивали долги за его тезку из соседнего Картолинского района. Мужчина долгое время пытался добиться отмены взысканий, ходил по различным инстанциям, и лишь после обращения в прокуратуру Орджоникидзевского района города смог восстановить свои права. Подробности дела прямо сейчас. На прием в прокуратуру Орджоникидзевского района в январе 2023 года обратился Магнитогорец. Мужчина пояснил, не может добиться справедливости ни в одной из инстанций. В течение шести лет ему приходится платить за долги совершенно незнакомого человека, с которым у него совпадают фамилия, имя, отчество и дата рождения. По данному обращению сотрудники прокуратуры провели проверку. Установлено, что пенсионер летом 2022 года обратился в отделение пенсионного фонда Магнитогорска с заявлением о внесении изменений в его личную карточку, потому что на протяжении шести лет с него взыскивают долги за его двойника, уроженца Картолинского района. В отделении пенсионного фонда мужчине заявили, что в базе данных он единственный получатель пенсии с указанными именем и датой рождения. Сведения о тезке, который в действительности не платил налоги, в ведомстве отсутствовали. При этом они не сверили его данные с НИЛС и ИНН. То есть фактически продолжали удерживать из пенсии задолженность по налогам и сборам с двойника. Прокуратурой в адрес начальника пенсионного фонда внесено представление, которое рассмотрено и отклонено. И конкретных действий к исполнению требований по восстановлению прав заявителя не предпринято. В региональном отделении пенсионного фонда сослались на уже проведенную в Магнитогорске проверку, после чего прокурор Арджинкидзовского района города обратился с иском в суд. В ходе судебного разбирательства исковые требования прокурора были исполнены добровольно и в базу ИФНС внесены корректировки данных ИНН. Все ошибочно взысканные с пенсии денежные средства были возвращены на счет жителя Магнитогорска. Евгения Солхудинова, Алексей Вичинкин, телекомпания, ТВИН. Голубое топливо в поселке Магнитогорска в рамках программы дугазификации продолжаются работы по проведению газопровода в 1-октябрьском. Там строится общий газопровод длиной 3200 метров. По окончании работы около 60 семей получат возможность провести в свои дома газ. Это вот еврокотел. Он загружается дровами. Вот снизу до верха он загружается. И в течение дня нужно потом подкладывать, отбрасывать дрова. Если на сутки, это очень много получается. Так что на ночь получается уже электричество. Людмила Ивановна, как и ее соседи по поселку, с нетерпением ждут, когда к ним в дома придет голубое топливо. Во-первых, газ дешевле. А во-вторых, трудозатрат, чтобы протопить такой дом, будет меньше. Запас дров внушительный. Ими занято почти получастка. Закупили на 50 тысяч рублей. Но в морозы приходится отапливать еще электричеством. А это еще 6 тысяч рублей в месяц. Дров заготавливаем много. Пять газелей. Газон привозили. Все кругом дровами заложено. Дров используется много, потому что у нас котел большой. Ситуация может поменяться к лучшему уже в новом отопительном сезоне, так как в ближайшее время и в первооктябрьском появится голубое топливо. Работы продолжаются с конца июля. В настоящий момент в работе задействованы две единицы техники и бригада монтажников. Работа планируется закончиться к концу сентября. Мы идем в графике. Все нормально. Мы должны все успеть. Стараемся. Без выходных работаем. По словам ведущего инженера магнитогорских газовых сетей Олега Сяткина, с каждым днем число подавших заявки на дегазификацию растет. Так, от жителей первооктябрьского уже поступило порядка 36 заявлений. Кроме того, Сяткин добавил, что дегазификация проходит и на другом участке. Активные работы ведутся сейчас в поселке Дзержинском. Улицу Коммунистическую недавно запустили, тоже построили. Люди тоже подали много заявок. Сейчас постепенно, планомерно запускаем каждый дом. Соответственно, газифицируем. В перспективе у нас улицы Луначарского, Ванера, Джамбула и Орский переулок. То есть, мы уже заявки принимаем от жителей. Заявок очень много. И, соответственно, составляем планы. И уже эти улицы у нас в плане газификации. Напомним, федеральная программа догазификации предусматривает, что газ будет проведен к тем индивидуальным жилым домам, которые обошли стороной ранее принятые программы. Сети проложат до границы земельного участка. Чтобы завести газ непосредственно в дом, заявитель должен обратиться в специализированную организацию. Что же касается льготников, они имеют возможность получить компенсацию за работы по проведению газа по участку и внутри жилья. Размер социальной выплаты зависит от категории льгот, которую получает гражданин. Юлия Черешнева, Евгений Грудев, телекомпания ТВИ. В Ленинском районе Магнитогорска в рамках региональной программы капитального ремонта обновят фасады 33 домов. Эту часть города называют музеем под открытым небом. Здесь каждое здание имеет свой уникальный архитектурный стиль. Поэтому главный акцент сделан на восстановлении исторического облика. Подробности в сюжете Татьяна Артеменко. 35-й дом по улице Уральская – одна из первых городских многоэтажек, построенных в годы Великой Отечественной войны. Владимир Иванович живет здесь уже около 40 лет. Говорит, сделано на века. Фундаменты стены крепкие и надежные. А вот фасад давно требует капитального ремонта. Он уже больше 70 лет без ремонта. Балкон обшарпан, падал, сверху падал на голову, раза три, наверное, хорошо, соответствия не было. Обваливается защитный бетонный слой опорной балки балконов. Чтобы разрушенные временем конструкции не сыпались, управляющая компания подшила их оцинкованным листом. С их демонтажа и начались фасадные работы. Мы максимально стараемся выполнить восстановительные работы по тем же самым балконным плитам, по декоративным элементам, которые на домах существуют. Восстанавливаются это специальными смесями. То есть это не просто раствор, который наносится и через полгода отваливается. Это непосредственно специальные смеси, которые указаны в проектной документации. Также тщательно подбираются материалы для декоративной штукатурки и будущая цветовая гамма дома. Это не значит, что каждый собственник хочет зеленый цвет дом покрасить и красит его зеленый. Это решение принимается управлением архитектуры города. Это голосовывается цвет в натуре. То есть делаются контрольные выкрасы, в частности, как на этом доме видны. А представитель архитектуры конкретно подходит к этому цвету, выбирает. Основная задача проводимых работ – восстановление исторического архитектурного облика домов Ленинского района. Данный вид капитальных ремонтов погодозависимый, проводится только в теплое время. Поэтому обновления всех запланированных для ремонта фасадов одновременно ведут шесть подрядных организаций. Мы, получается, взяли шесть домов под капитальный ремонт фасадов. Три из них уже на 70% готовы к сдаче. На остальных ведется работа практически готовность 50%. Планируем три дома закончить до 1 сентября. И остальные, получается, дома уже доделать до 15-18 сентября. Один из самых сложных объектов этого года – 26-й дом по улице Ленинградской. Мезонины с колоннами и фигурной лепниной, тематические барельефы и орнаменты. Вся эта красота частично разрушена и буквально сыплется на голову прохожим. Чтобы вернуть зданию прежний вид, подрядчикам приходится постоянно корректировать свой график работы. Молодцы. А жара сильно мешает? Очень сильно мешает. Мы сегодня, допустим, в 6 утра вышли на работу. Ну, невозможно. Невозможно вот глизе ложить при прямых солнечных лучах. Нормальный вид – это когда все идет безотрывно. Вот монолит идет? Вот видите, монолит безотрыва. Не вот эти кусочечки? А при жаре он быстро схватывается, не успеваешь перетираться. У нас поэтому бригада 10 человек. Мы становимся все по ирусам и идем друг за другом сразу, чтобы было безотрывно. Если чуть что солнце помешало, получается отрыв. Рыб получается между одним слоем и другим. Такой шовчик получается. А это не очень хорошо. Реставрация декоративных украшений в данном случае идет прямо на месте. А вот полностью разрушенный орнамент на Московской 35 пришлось воссоздавать в мастерской. Время ничего не щадит. То есть конструкции ветшают, разрушаются. Тут больше, наверное, в рамках содержания и ремонта необходимо им уделять большее внимание. Тоже накладывает отпечаток на состояние этого дома, на время проведения этих работ, на стоимость этих работ. Если бы содержалось это имущество более, скажем так, тщательно и внимательно, наверное, таких бы элементов было бы гораздо меньше разрушено, как я имею в виду. Представитель рекоператора обещает, что все фасады будут полностью восстановлены к 1 октября. Также в следующем году в список капитальных ремонтов включат гораздо больше домов Ленинского района. Татьяна Артеменко, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский после трехлетнего перерыва вновь прошел масштабный праздник – День болельщикам. Его второе название «Братья по огню» сейчас особенно актуально. Ведь хоккейная команда «Металлург» в этом межсезонье заметно обновилась, и ей как никогда важна поддержка преданных поклонников. Как городской курорт «Притяжение» объединил игроков, тренеров и болельщиков, расскажет наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. День болельщика в Магнитогорске проходил уже несколько раз, но с началом пандемии эту практику пришлось прекратить. И вот теперь праздник «Братья по огню» вернулся. Очень знаково, что новым местом его проведения стал городской курорт «Притяжение», как символ того, что жители «Магнитки» заслужили самое лучшее пространство для отдыха и развлечений. Не только мы можем работать, мы хорошо отдыхаем, и мы занимаемся спортом. Так уж повелось, хоккей – одна из любимых наших игр. Сегодня у нас обновилась команда во многом, сегодня обновился и тренерский штаб. И мы с вами, болельщики, конечно же верим в нашу команду, но уверены, что все равно мы победим и будем лучшими. Благодарю вас, что вы сегодня здесь. Также хотел бы поблагодарить от лица команды парк «Притяжение» за предоставленную возможность провести сегодняшний вечер именно в этом месте. Перед началом сезона 23-24 приветствуем команду «Металлург» в сборке 23-24. Встречаем! Церемония представления наставников, игроков и персонала затянулась почти на час. Самые преданные болельщики, а других здесь быть и не могло, познакомились с обновленным тренерским штабом и новобранцами команды. Еще раз с удовольствием поприветствовали хорошо известных игроков, которые начнут в «Металлурге» не первый сезон. Каждый удостоился теплых слов, каждый шел к сцене через живой коридор и получал свою порцию зрительского тепла и любви. В этом, по словам организаторов, и был главный смысл праздника. Команда и ее поклонники должны быть как можно ближе. «Я не буду обещать вам Куба Гагалина, да, мы к этому будем стремиться, да, мы все для этого сделаем. Но я могу вам пообещать точно, что на площадке не будет равнодушных хоккеистов». «Мы ваша поддержка! Мы ваша поддержка!» «Каждую, каждую игру мы будем биться за клуб, будем биться за город, будем биться за комбинат, будем биться за каждого болельщика. Поэтому приходите на хоккей!» «Аплодисменты!» 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 «Андрей Владимирович сказал очень хорошие слова. И мы хотели бы вас поблагодарить, в первую очередь, за ту поддержку, которую вы нам оказываете. Но и мы команду не разделяем. Команда, болельщики, мы все одно единое целое. И поэтому давайте вместе добиваться высоких целей. Спасибо». Ну а затем игроки и тренеры в буквальном смысле объединились с болельщиками. Они раздавали автографы, фотографировались и принимали участие в самых разных активностях. Рисовали, изготавливали брелоки, продавали атрибутику. Пришедшие на праздник могли сразиться в настольные игры, прямо из притяжения отправить памятную открытку в другой город, стать обладателем символичной татуировки. Этот праздник имел особую важность для молодых хоккеистов, которые совсем недавно присоединились к главной команде. «Понимаю, насколько молодежный уровень отличается от уровня КХЛ. Да, будет нелегко, но работаю, стараюсь, чтобы быть готовым к скоростям, к принятию решений». Ну а сделавшие себе имя в КХЛ новички команды могли еще до начала сезона почувствовать себя частью магнитогорского хоккея. И городской курорт притяжения подходил для этого как нельзя лучше. «У нас, когда друзья первый раз это привели, я даже сразу не поверил. Такой парк прям. Шикарно все сделали для людей, чтобы люди гуляли как авариями. Все круто». «Я в шоке, потому что народ, команда, само представление, презентация, ну это круто. Но ты начинаешь понимать, насколько это замечательно и насколько большая любовь у болельщиков к металлургу и к хоккею, когда ты вот после официальной части уходишь вот в поле». «Давайте рассказывайте, ребят, как праздник вам сегодня?» «Свольте круто». «Очень круто. Впервые такое в городе увидели, если честно». «Честно, мне все понравилось». «Максимально классно». «А как вам парк? Как вам курорт Притяжения?» «Очень круто. Самое лучшее, что есть в этом городе. В мире, наверное. Все, что в России есть. Все самое лучшее собрали». «Ждем артистов сюда, всех, любых вообще». «Окей, приходим сюда смотреть». «Городской курорт Притяжения полностью оправдывает свое название. Он притягивает к себе самое лучшее, самое яркое, самое веселое. Вот и сегодня, здесь, после нескольких лет перерыва, масштабный фестиваль. День болельщика. Братья по огню. Команда и ее поклонники становятся ближе. Одни будут играть, другие будут болеть. Мы будем вместе верить в то, что наша команда добьется большого успеха». Павел Зайцев, Вячеслав Гусев, Владимир Ровенский, Алексей Витчинкин, Алексей Абашин. Телекомпания «ТВН». Добрая спортивная традиция. На центральном стадионе состоялись финальные игры 17-го турнира по футболу среди дворовых команд памяти Александра Гурова на Кубок Магнитогорского городского собрания депутатов. В решающих схватках приняли участие три лучшие команды по итогам предварительных этапов. Кто стал обладателем главного трофея соревнованием, расскажем в нашем сюжете. Участие в турнире по футболу памяти Александра Гурова в этом году приняли 17 команд. На поле центрального стадиона встретились три из них. Это финалисты, победители отборочных туров, которые проходили в трех районах города в течение двух недель. «Арджоникидский район – это команда 142-го микрорайона. Пробережный – это команда «Мечта». И Ленский район – это команда «Гайдаровец», которая у нас как и в «Золотой шайбе», так и во всех турнирах является финалистом». Команда «Гайдаровец» уступила соперникам в первых матчах финала и в этом году стала обладателем бронзы. Борьба за золото развязалась между сборными «Арджоникидовского» и «Правобережного» районов. «Один в один, здорово! Пошли, пошли! Шире в краешек! Молодец!» Наставники переживали за результат не меньше ребят. Тренер сборной 142-го микрорайона рассказал, они вышли в финал, обойдя чемпионов турнира прошлого года – сборную 137-го микрорайона. И сейчас не могут подвести. «Самое главное, что они все знают. Сильные стороны у нас в индивидуальных качествах. Думаю, что у нас есть игроки в команде, которые возьмут на себя роль и исполнят». Команда «Мечта» тоже сдаваться не собиралась. Два года назад она уже становилась победителем соревнований. Сейчас цель та же. «Настрой положительный всегда. Ребята играют с удовольствием. Никого из подпалки не заставляем». Борьба за победу получилась жаркая во всех смыслах. Играть с командом приходилось под палящим солнцем, но ребята словно не замечали сложностей. Каждому хотелось стать победителем престижных состязаний. Турнир по футболу среди дворовых команд уникален. Он проводится в памяти о бывшем старшем тренере футбольного клуба «Магнитогорск» Александре Андреевиче Гурове, которое всю свою жизнь посвятило развитию футбола в «Магнитогорске». 23 года прошло с тех пор, как ушел из жизни Александр Андреевич, в честь которого турнир проходит. Замечательный был человек, простой, скромный тренер, причем тренер главной, основной нашей футбольной команды. И в это же время он еще и не просто любил детей, но и собирал их по окрестностям и приводил их в свою футбольную сексу. Это были годы перестроечные, конец девяностых, жили скромно все магнитогорцы. Было очень много пороков, таких вещей, как курение, алкоголь. И вот он их от этих нехороших дел отучал, приглашая заниматься бесплатно в свою футбольную сексу. Память о мастере своего дела, человеке с несгибаемым характером, была увековечена по инициативе председателя городского собрания депутатов Александра Морозова и ветеранов магнитогорского футбола. Турнир памяти Александра Гурова прошел в городе уже в 17-й раз. 17 лет, это уже само за себе говорит, что это действительно помнит Гурова. Во-первых, мальчишки с удовольствием приходят на футбольное поле поиграть. Когда можно прийти к дворовому команду, поиграть будем на футбольном поле. Во-первых, стадион такой большой, это все их сегодня. 13,5 тысяч мест. Естественно, это для меня, ну, как праздник. Но я так думаю, и для него тоже. Для ребят этот турнир – возможность показать все, на что способны. В этом году лучшей в итоге стала команда «Мечта». Она выиграла финальную встречу со счетом 3-1. На церемонии награждения каждому из участников соревнования организаторы сказали немало теплых слов. Также по традиции отметили лучших бомбардира, защитника и галкипера турнира. Апогеем спортивного праздника стало вручение главного трофея – Кубка Магнитогорского городского собрания. Евгения Солокудина, Владислав Гусев, Телекомпания, ТВИН. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова